Основной боевой танк М-60 В 1957 году инженеры компании «Крайслер» приступили к разработке новой машины на базе самого совершенного танка и серии «Паттон» — М-48. В результате уже спустя два года ЦХ покинул первый американский ОБТ, который отказался от формального родства с «Паттонами» и получил собственный индекс — М-60. Со стороны танк может показаться вылитой копией М-48, но первое впечатление обманчиво — инженеры основательно поработали над каждым аспектом боевой машины. Благодаря новому дизельному двигателю мощность М-60 заметно выросла в сравнении с предшественниками, а в схеме лобового бронирования отказались от эллипсоидной формы в пользу спрямленной лобовой детали. Самым заметным преимуществом первого американского ОБТ стало орудие. 105-миллиметровая нарезная пушка М-68 — это американский вариант британской Л-7, которую выбрали после продолжительных испытаний. Благодаря огневой мощи и характеристикам танк оказался вполне достойным соперником советских Т-55 и более позднего Т-62. В 1962 году завершились работы над танком М-60А1. Он получил улучшенную лобовую бронеплиту и новую башню кленовидной формы, а также ряд менее значительных новшеств. Эта машина состояла на вооружении армии США несколько десятилетий, а также поставлялась на экспорт, например, в Италию. За годы службы танк прошёл несколько программ модернизации. Первый из них был пакет улучшений «Аддон Стабилизейшн» 1972 года, в рамках которого на М-60А1 установили систему управления огнём с двухплоскостным стабилизатором. Затем в 1975 году подоспел модернизационный набор «Райз», куда вошли новый двигатель и трансмиссия. А в 1978 появился танк «Райз Пессив», оснащённый дополнительным бронированием из блоков динамической защиты, чтобы противостоять современным кумулятивным снарядам. Эта модель, в отличие от обычного «Райз», доступна в игре. В конце 70-х на вооружение армии США поступила самая совершенная версия М-60 — под индексом А3. Эта модель, вдобавок ко всем доработкам предыдущих модификаций, получила новейшую систему управления огнём с лазерным дальномером и компьютерным баллистическим вычислителем. А чуть позже на М-60А3 начали устанавливать тепловизионное оборудование. У этих моделей есть собственный индекс — ТТС. М-60А3 прослужил армии США несколько десятилетий, пока «Абрамс» не заменил его абсолютно во всех сферах. Хотя в последний раз американцы применяли М-60 ещё в 90-е, во время операции «Буря в пустыне», во многих других странах эти танки до сих пор популярны. Например, в 2011 году турецкая компания «Стендард Байо» предложила установить на танк современное 120-мм гладкоствольное орудие, автопушку, дополнительную защиту и новую систему управления огнём. А в Тайване на вооружении всё ещё состоят М-60А3 ТТС и Си-М-11 — это своеобразный сплав М-48 и М-60. Наконец, в семействе М-60 есть, прямо скажем, необычная машина — ракетный основной танк М-60А2, больше известный под прозвищем «Старшип». Эту кличку он получил из-за необычной башни с уменьшенным заброневым объёмом, по форме, похожей на диск с орудийной установкой. «Старшип» вооружён мощной 152-мм пушкой, пусковой установкой и комплексом управляемого вооружения «Шилейла». Но, как бы футуристично он не выглядел, от него пришлось отказаться вскоре после принятия на вооружение. Причиной тому стали как недостатки самой машины, так и трудности с логистикой. Однако эксперимент всё равно получился любопытный. Танки М-60 прошли проверку временем и вышли победителями из десятков сражений. Они оказались надёжным подспорьем в бою для армии по всему миру и по праву заслужили титул одних из самых массовых боевых машин в истории танкостроения. Встречались ли вы с ними на поле боя? На каких из них вам нравится играть? Напишите об этом в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok